Врачи-инфекционисты говорят, что лето – это время, когда дети наиболее подвержены заражению кишечными инфекциями и вирусами. Они могут наглотаться воды, когда купаются в речке или фонтане, забыть помыть руки перед едой, съесть непромытые проточной водой овощи или фрукты. Та же пресловутая энтеровирусная с различными проявлениями, и рота вируса достаточно, бактериальные инфекции у нас присутствуют. Любят к нам из поездок приезжать шерихиозы, энтеропатогенные кишечные палочки, сальмонеллез обычно к концу лета расцветает. В конце лета мы нередко видим дизентерию, но, правда, ее сейчас очень мало. Вот условно-патогенная, так называемая, кишечная инфекция – это бактерии, которые могут находиться, но в определенный период количество их в организме становится больше, и они нас подводят. Условно-патогенная инфекция может расцвести в организме и из собственной микрофлоры ребенка после вирусной нагрузки, например, после перенесенного ОРВИ или другого вирусного заболевания. Может инфекция прийти и с грязными руками извне. Нередко инфекция начинается с рвоты, с многократной, либо единичной эпизоды рвоты. Жидкий стул от одного до несколько, до многократного жидкого стула, и точно так же с температурой от 37 до 40. Все зависит от возраста ребенка, от дозы принятой ребенком инфекции, зависит от состояния макроорганизма, как себя ребенок, насколько он крепок. Вот от многого зависит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова